Добрый день! Прошу вас, присаживайтесь. Уважаемые товарищи, прежде всего, о теле нашей сегодняшней встречи. Помните, на предыдущей нашей встрече, к сожалению, очень давно, темой разговора была подготовка изменений в Конституцию. Над новой редакцией основного закона проведена масштабная работа. Сокладнее унесли, прежде всего, судя Конституционного суда. При разработке конституционных поправок мы ставили задачу упрёчить суверенитет, независимость Беларуси, закрепить соответствующую требованиям времени систему органов государственной власти и присущие нашему народу традиционные ценности. Последующие события подтвердили своевременность принятых изменений. Но главное, все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Это самое главное. Большой наш недостаток, мы очень много об этом будем сегодня говорить, в том числе принимаем нормативно-правовых актов, но на деле они порой не работают. Это большая наша беда. Это касается и полномочий Конституционного суда. В ходе Конституционной реформы они значительно эти полномочия расширены, в том числе с учётом ваших предложений. Всё, что вы хотели и просили, мы предусмотрели в Конституции. Если будут ещё какие-то предложения, я думаю, мы найдём, как их решить. Поэтому хотелось бы сегодня услышать, как функционирует Конституционный суд, перестраивается. Выполняются ли высшим органом Конституционного контроля стоящие перед ним задачи в полном объёме. Считаю, что в вопросах реализации положения основного закона Конституционному суду необходимо занимать, откровенно, не боясь, лидерскую позицию. Сейчас важно проявлять инициативность, быть на острие событий, работать на опережение. Словом, общество должно видеть Конституционный суд в деле. От этой активности вашей зависит действенность защиты Конституционного правопорядка в нашей стране. Поэтому обсудим ряд принципиальных вопросов деятельности Конституционного суда. Во-первых, новой Конституционной функцией суда стало толкование основного закона. Для этого требуется инициатива правомощных государственных органов. Знаете, Президиум, ВНС, Палаты парламента, Верховный суд, наше правительство. Эти органы также вправе обращаться по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов. Ну, пока мы не видим такой инициативы, но пошву должен готовить сам Конституционный суд. Вы должны проинициировать этот процесс через свою практическую деятельность. В свою очередь, для государственных органов эти Конституционные нормы не должны быть декларативными. К вам обращаются люди с наболевшими вопросами. Второе. В основном в законе появилась еще одна важная новация – Институт Конституционной жалобы. Это инициатива самого суда. Граждане получили возможность обращения в Конституционный суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично. Петр Петрович, вы всю жизнь об этом говорили, работая председателем суда. Ну вот, пожалуйста. Что делает Конституционный суд для того, чтобы люди могли реально воспользоваться этим правом? Вы должны доступно рассказывать им, что Конституционная жалоба – это их дополнительная гарантия, когда исчерпаны все средства защиты в судах общей юрисдикции. И если мы ввели прямой доступ к Конституционному правосудию, считаю, недопустимым формальное рассмотрение Конституционных жалоб граждан. Третье. Сегодня также будет идти речь о взаимодействии наших судов. Обращаться в Конституционный суд праве и суды общей юрисдикции. При рассмотрении конкретного дела судья, усомнившись в Конституционности, применяемой в этом деле акта, ставит вопрос о проверке его на предмет соответствия Конституции. Ни до внесения изменений в основной закон, ни после ни одного запроса в Конституционный суд не поступило. Вопрос в чем проблема? Знаю, что по этому поводу у Верховного суда имеется свое мнение. Переходя к обсуждению обозначенных вопросов и других, еще раз хочу отметить, что высший орган Конституционного контроля не должен быть сторонним наблюдателем за происходящими в обществе процессами. При этом хочу вас просто предупредить, что Конституционный суд не должен себя позиционировать как нечто исключительное в нашем государстве. Благо, что все, о чем я говорил три десятка лет, сегодня вы уже убедились на практике, имея в виду Соединенные Штаты Америки. Вы видите, как власть действующая себя ведет, чего стоит эта демократия. А во-вторых, и это, наверное, положительный факт, вы видите, как такая мощная страна, которой бы, в общем-то, и не надо было показывать свою предь, защищает государственные интересы. И плевать им на весь мир. Не то, что на какую-то страну, на весь мир. Америка прежде всего. Поэтому не забывайте, ни одно, наверное, государство не сделало реально, как мы, в отношении независимости наших судов. Но вы не должны забывать о том, что вы часть нашего государства, государственной структуры, если хотите, аппарата управления. Об этом ни в коем случае забывать не надо. Мы должны быть, как никогда, едины для того, чтобы выстоять и для того, чтобы сохранить свое государство. Мне нечего вам тут объяснять, вы не хуже меня понимаете все, что происходит. Поэтому нельзя обособляться Конституционному суду, надо выстраивать конструктивное взаимодействие с другими государственными органами. Ваша роль должна быть видна и в правоприменительной деятельности. Поясню. На сегодняшний день действующими являются 175 тысяч актов. Катастрофа. Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Да, многие повторяются нормы из одного нормативно-правового акта в другой. В акты вносятся множественные корректировки. Я очень часто, вот и сегодня, требую, чтобы, если мы вносим корректировки какие-то существенные, но надо излагать этот нормативно-правовой акт заново с учетом новых изменений, чтобы легче было работать. Я помню, что в те далекие времена у меня хорошие были отношения с председателем районного суда, и я к нему приходил, у него на полке стояли законы, подзаконные акты и все. И я часто брал эту книжку и с него смеялся. А у него там закладки. Куча закладок этих было. Я говорю, слушай, а что это у тебя? А это вот изменения, мы там смотрим. Думаю, боже мой, это же как работать этому человеку, который принимает принципиальные решения. Поэтому я попросил, чтобы администрация президента организовала, Ольга, на процесс. Собрать надо специалистов, как когда там ревизию проводили некоторых законов и так далее, подключить Конституционный суд, нам надо это все переворошить. Нам надо убрать все лишнее, нам надо оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране. Все должно быть понятно, доступно, и я уверен, что мы наполовину этих книжек и прочих актов сократим. Это и большая работа наших парламентариев, как нижней, так и верхней палаты парламента. Поэтому поручение такое есть о ревизии законодательства, и мы в этом плане будем очень серьезно работать. Все, начиная от обычных юристов до президента. Как я уже сказал, цель такой ревизии сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, и выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам, указам и так далее. Очень хотел бы вас просить, чтобы вы к этому процессу подключились. Ваш опыт и знания следует максимально использовать и в образовательной сфере. Я понимаю, что в Конституционном суде, наверное, самые продвинутые наши юристы. И, как я это воспринимаю, думаю, что они не догружены в том плане, что шире надо работать с обществом. Вот этого нет у Конституционного суда. Особенно с молодняком нашим в вузах. Потому что вы прекрасные лекторы, ораторы. Вы кладезь знаний в области права. Да и не только права, и в жизни. Вы взрослые люди. Поэтому я бы очень хотел вас видеть в студенческих, рабочих, аудиториях и так далее. Да и государственных служащих надо обучать, учить. Поэтому и здесь надо предусмотреть на базе, допустим, академии правления. В общем, надо вставать в авангард и идти вперед. Поэтому давайте поговорим по этим и другим вопросам. Начнем, Петр Петрович, с вас, да? Пожалуйста. Уважаемый Александр Говоревич, уважаемые участники данного мероприятия. Обновленная Конституция, основанная на современной доктрине белорусской государственности, национальных государственно-правовых традициях, является прочным правовым фундаментом устойчивого конституционного развития Республики Беларусь на долговременную перспективу. В настоящее время полномочия Конституционного суда значительно расширены. Усилена роль Конституционного суда как Конституционного арбитра в системе государственной власти в целях обеспечения ее устойчивого функционирования, исходя из Конституционного принципа разделения властей. Определен Конституционно-правовой механизм защиты прав и свобод граждан посредством проверки Конституционности нормативно-правовых актов при рассмотрении конкретных судебных дел. В соответствии с обновленной Конституцией установлен предварительный контроль конституционности законов только по предложениям президента. При этом полагаю, что в целях упреждения нарушения баланса властных полномочий в системе государственных органов необходимо установить на законодательном уровне и порядок обязательного предварительного контроля конституционности вносимых изменений законы, устанавливающие правовое регулирование деятельности органов с конституционным статусом президента Всебелорусского народного собрания, парламента, правительства. Использование предварительного конституционного контроля при внесении изменений указанных законов будет являться дополнительной гарантией обеспечения конституционных принципов народовластия и разделения властей. Во-вторых, конституционный суд является по своей правовой природе пассивным органом, то есть не имеет права по своей инициативе возбуждать конституционного судопроизводства. Инициирование конституционного контроля осуществляется другими специальноуполномоченными, государственными органами и гражданами. Петр Петрович, ну это не совсем так. Вы имеете право на все, но вы можете отдавать от жизни. Если вы что-то видите, ну вы же мне можете подсказать, можете соответствующим субъектам, как говорится, подсказать, и мы внесем такое предложение, было бы это необходимость в этом и на пользу государства. Понятно, поэтому мы будем в этом плане смотреть. Если мы действительно увидим, то действительно будем предлагать уполномоченным государственным органам нести соответствующее предложение. Сегодня можно констатировать отсутствие со стороны государственных органов активного инициирования конституционного контроля. Это свидетельствует, что в законодательной практике и право применения государственные органы уважительно относятся к нормам и принципам Конституции, стремятся их соблюдать в практической деятельности, что обеспечивает стабильный уровень конституционной законности в стране, исключение принятия неконституционных актов законодательного характера. С другой стороны, Конституционный суд ожидает обращения от уполномоченных органов, президента, парламента, правительства, Верховного суда, президиума Всебелорусского народного собрания, чтобы Конституционный суд мог выразить свою позицию о преодолении неопределенности в конституционно-правовом регулировании в целях защиты и полной реализации конституционных прав и свобод граждан. 3. Обеспечение реализации конституционной жалобы по защите прав и свобод граждан. Конституцией и законам о конституционном судопроизводстве установлены условия допустимости конституционной жалобы. 4. Проверяется конституционность закона, примененного в конкретном судебном деле после 1 октября 2023 года, то есть после вступления в силу закона о конституционном судопроизводстве и после исчерпания всех средств судебной защиты в судах общей юрисдикции. То есть первая инстанция – апелляционная, конституционная и надзорная. Мы сделали анализ процессуального законодательства по различным категориям дел примерно от 8 до 9 месяцев этот период, чтобы пройти и исчерпать все средства. Поэтому сегодня нам в конституционный суд поступило более 300 обращений, но покуда они не соответствуют этим критериям, и в ближайшее время мы надеемся, что с учетом всех установленных критерий на уровне закона нам поступят уже действительно надлежащие оформленные конституционные жалобы, и мы будем их рассматривать по существу. Поэтому начальный период реализации конституционной жалобы показал, что данный правовой институт востребован гражданами для защиты своих прав и свобод, однако проблемы инициирования конституционного контроля непосредственно гражданами не готовны соблюдать в полной мере те юридические критерии, которые установлены в законе. Поэтому очевидно, что уровень юридической помощи должен быть повышен, в том числе со стороны у нас адвокатского сообщества. Конституционным судом принимается определенные меры информационного и разъяснительного характера, чтобы конституционные жалобы граждан поступали юридически надлежащие оформленным. Четвертое. Конституционное судопроизводство состоит из стадии инициирования конституционного контроля, рассмотрения дел, исполнения решений конституционного суда. Мы знаем, что в некоторых странах есть проблемы с рассмотрением дел, когда из-за загруженности конституционных судов сроки рассмотрения дел растягиваются на длительный период, имеются проблемы с исполнением принятых решений. У нас на данный момент таких проблем нет. Ну, справочно, в Конституционный суд Российской Федерации ежегодно поступают конституционные жалобы от граждан в пределах около 15 тысяч. В Казахстане ввели конституционную жалобу, где-то за год у них поступило около 5 тысяч. Ну, время покажет, мы рассчитываем, что несколько тысяч обращений граждан, когда мы начнем уже в полной мере реализовывать в этой части полномочия, к нам будут поступать. Конституционный суд в настоящее время готов к реализации новых полномочий, установленных в обновленной Конституции. В соответствии с новой редакцией закона о конституционном судопроизводстве, мы внесли соответствующие изменения в регламент Конституционного суда, разработали методические рекомендации при подготовке к проекту решений по тем полномочиям, которые установлены на уровне Конституции закона. Но при этом мы ждем соответствующих инициативных обращений от уполномоченных государственных органов и граждан, что будет способствовать упреждению и устранению нарушений Конституционной законности, формированию Конституционного правопорядка и дальнейшему развитию национальной правовой системы на прочном Конституционном фундаменте. Продолжение следует...